Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о российском чемпионате, где вполне возможно уже в эти выходные определиться обладатель титула. Ну и, скорее всего, этим самым обладателем вновь станет Зенит. Сейчас об этом можно говорить с 99% вероятностью. Но возникает вопрос, все-таки когда это произойдет, в ближайшие выходные или чуть позже? Многие ожидают, что чемпионским аккордом, вот таким дембельским, может стать матч Зенита и Спартака, что было бы крайне приятно для болельщиков сине-бело-голубых, обыграть своего главного соперника, самого принципиального, и еще и заодно оформить золотые медали в этой встрече. И давайте разберемся, при каких раскладах Зенит в эти выходные уже может стать чемпионом, при каких раскладах борьба может затянуться, ну и есть ли хоть теоретически какие-то шансы у команд-преследователей догнать Зенит в оставшихся, получается, пяти турах. Давайте это обсудим. Но сперва хотелось бы напомнить, что мы всегда с Пари. Пари – это абсолютно легальная компания, которая нас поддерживает и которая делает просмотр спортивных событий еще интереснее. Пари работает в сетке нашего легального партнера. Здесь вы найдете множество важных спортивных событий из мира футбола, хоккея, бокса и всех других видов спорта. Приложение Пари – современное и технологичное, и вы можете пройти на него по ссылке в закрепленном комментарии. Кстати, у Пари сейчас идет специальная акция – 1000 рублей новым клиентам. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрируетесь в приложении или на сайте Пари и пройдете все стадии верификации, то вы получите фрибет 1000 рублей. Дерзайте! Отличный подгон в наши тяжелые времена. Итак, хотелось бы отметить, что в последнее время в интернете и у меня даже в комментариях появляется очень много каких-то странных мыслей касательно того, что в случае поражения Ростова матч Зенита и Спартака как бы теряет свой потенциально чемпионский статус. И таким образом, фактически, Зенит станет чемпионом за день до матча против Спартака. Просто Ростов проигрывает и почему-то в голове многих сложилась картина, что в таком случае Зенит уже фактически в субботу станет чемпионом. Что для многих будет обидным фактом, потому что, сами понимаете, Зенит хочет стать чемпионом, наверное, в своем матче и так далее. Поэтому здесь, ну, возникает вот такая странная теория у многих болельщиков. Но в данном случае это просто большая ошибка, потому что даже в случае поражения Ростова расстояние между Зенитом и Дончанами 11 баллов, и это расстояние отыгрывается за 4 тура, которые останутся после этих выходных. То есть в случае, если Ростов проиграет факелу в субботу, а после этого Зенит проиграет Спартаку, то чемпионская гонка формально продолжается. Хоть она и будет достаточно такой условной. Так что в данной истории, как мне кажется, переживать уж точно не стоит. Зенит-Спартак это в любом случае будет матч со спортивной мотивацией. Здесь, ну, просто невозможен тот вариант, что Зенит досрочно станет чемпионом до этой встречи. Теперь перейдем к главному моменту. При каких раскладах Зенит сможет оформить золото в эти выходные? Самые идеальные расклады, самые понятные, это, конечно же, поражение Ростова от факела и дальше победа сине-бело-голубых. После этого 11-очковый разрыв расширяется до 14, и тут уже, сами понимаете, никаких вариантов просто нет, даже теоретических. Если Ростов, допустим, теряет очки и играет в ничью с тем самым факелом, то получается интересная ситуация. В какой-то момент расстояние становится 10-очковым, то есть оно немножко сокращается. Но дальше, если Зенит добивается победы, то 13 баллов, и это ровно на один балл больше, чем может отыграть Ростов в оставшихся матчах чемпионата России. То есть здесь любая потеря очков дончанами и победа Зенита над Спартаком, это в любом случае золотые медали. При этом, если Ростов побеждает, то Зенит уже никак не сможет взять золото в эти выходные, потому что останется отставание как минимум в 11 баллов. И таким образом, теоретически, это можно отыграть. Поэтому здесь зенитовцам в любом случае стоит немножко поболеть за команду из Воронежа, чтобы они отняли очки у дончан. И тогда уже появится возможность оформить фактически золотой матч против Спартака. Теперь, касательно матча Зенит-Спартак. При определенных раскладах Зенит может стать чемпионом, даже не обыграв красно-белый клуб. Ростов, допустим, проигрывает, и после этого Зенит, в принципе, может сгонять даже в ничейку. Сгонять в ничейку, потому что в таком случае Зенит оторвется от Ростова на 12 баллов те самые. Теоретически, это отставание можно отыграть за 4 матча и можно подравняться по очкам, но тут вступает важный фактор. Личные встречи. Потому что при равенстве очков в РПЛ именно личные матчи являются ключевым показателем первым. И здесь, как вы знаете, Зенит в личных встречах смог добиться хорошего перевеса над Ростовом. Поэтому здесь ничья Зенита со Спартаком и поражение Ростова это, опять же, чемпионский сценарий. Спартак, правда, при данном раскладе также пододвигается к Зениту на 12-очковую дистанцию, которую можно отыграть за 4 тура. Но здесь, опять же, включается фактор личных встреч. Спартак в первом круге уступил Зениту. И даже если в ответке в Питере сможет сыграть в ничью, то все равно 12-очковое отставание можно отыграть. Но по дополнительным показателям Спартак, опять же, не сможет сдвинуть Зенит с первого места. Поэтому ничья со Спартаком для Зенита станет чемпионской в случае поражения Ростова. Касательно Спартака, тут тоже важный нюанс. Потому что Спартак, чисто теоретически, в случае победы над Зенитом, может стать главным конкурентом вместо Ростова. Опять же, к вопросу о том, что поражение Ростова не делает Зенит автоматически чемпионом. Допустим, Зенит проигрывает Спартаку, Ростов также проигрывает. И получается, что здесь просто немножко меняется раскладка в чемпионате России и меняется расстановка сил. И главным преследователем становится уже Спартак в этой картине мира. Поэтому в данной ситуации, ну, скажем так, чемпионская гонка немножко меняется, но суть остается прежней. Зенит имеет огромное преимущество над ближайшим конкурентом. И Зенит с 99% вероятностью все равно рано или поздно станет чемпионом. Так что, с одной стороны, конечно, мы можем предположить, что уже в эти выходные Зенит возьмет очередные золотые медали. Но для этого нужно, чтобы очень многое на самом деле сошлось. И для этого нужно, чтобы очень многое срослось просто вот идеально для них. Нужно и чтобы дончане облажались с факелом. А будем откровенны, сейчас ростовская команда с их вот этим прагматичным, циничным, но эффективным футболом. Это максимально неприятный соперник для факела, который все-таки является командой, хоть и скромной, но тем не менее играющей. И здесь ростов это, наверное, самый неудобный топовый соперник для воронежской команды, которого только можно придумать. Да и Спартак в матче с Зенитом, ну, скажем так, будет, конечно, не фаворитом. Здесь даже говорить не о чем. Но мы понимаем, что Спартак будет максимально нацелен на то, чтобы просто костьми лечь, но не допустить чемпионства в матче против самого себя. Тем более, что там уже начались эти разговоры про чемпионские коридоры, про честование прям по ходу встречи и все остальное. Но, сами понимаете, это, что называется, делить шкуру неубитого медведя. В ближайший, скажем так, уикенд чемпионство Зенита возможно. Но все-таки пока что, на мой взгляд, маловероятно. А вот уже через неделю, ну, сами понимаете, там должно все слишком идеально сложиться для конкурентов Зенита, чтобы у них еще остались хоть какие-то шансы на золотые медали. Ну, а так, по факту говоря, в принципе, уже несколько недель назад стало понятно, что Зенит станет обладателем золотых медалей. Просто сейчас у многих появилась вот такая голубая, или, скажем так, синебело-голубая мечта о том, что это произойдет именно в матче с красно-белыми. Для Питера это было бы, конечно, невероятно красиво. Но согласиться ли с таким вариантом тот же самый московский «Спартак» – очень сложный вопрос. Поэтому, в любом случае, выходные будут насыщенными и интересными. Будем к ним готовиться. Ну, а пока будем готовиться к ближайшим матчам Кубка России, который тоже подходит к завершающей стадии. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайки, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, а также на наш YouTube-канал. Ну и, разумеется, следите за обновлениями на нашем втором канале, который посвящен кино и сериалам. Ссылочка в описании. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. Ну и, если вы хотите помочь нам в продвижении нашего канала, то, пожалуйста, оставьте еще и комментарий к этому ролику. Главное, чтобы комментарий был больше пяти или шести слов. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.